Некоторые игры никогда не стареют и всегда оригинальны, другие стараются переиздать с улучшенной графикой и в новом более современном виде. Но третье, за годы своего существования становятся только лучше. Первой российской, бесплатной, пиксельной MMORPG в режиме реального времени Warspear Online 12 лет. Ещё бы чуть-чуть, и она могла бы быть старше меня. Но пока моё развитие медленно приводило меня к ютубу, Warspear Online не потерял актуальности. А наоборот, с каждым годом становился всё лучше и проработанней, сезонные события, уникальные квесты, новые подземелья и боссы, карнавалы и праздники. Впрочем, ко дню рождения разработчики подготовили кое-что более интересное. ГВГ событий с превращением в монстров, путешествия в прошлое и особые мифические уровни подземелий для любителей настоящего хардкора. Так что самое время приобщиться к Warspear Online или вернуться и даже восстановить своих удалённых персонажей. Ссылка в описании. Ведьмак 3 – это прекрасная игра, созданная на грани смешения нескольких жанров. От RPG – возможность выбирать поведение Геральта. Даже несмотря на то, что любой выбор всё равно будет выбором Ведьмака, а не вашим. Система прокачки. Пускай она и не очень глубокая. Как ни крутил бы Геральт своим мечом в вихре, боссом, вертолётом, ему всё равно не стать. Тактическая боевая система. У монстров есть свои слабости, а у Ведьмака в арсенале бомбы, отвары и знаки. Есть дополнительные квесты, какое-никакое исследование и огромный открытый мир. Один из самых больших среди игровых миров, между прочим. По которому можно днями и ночами просто ходить от одного задания к другому. От экшена тут слэшерная боёвка. Быстрые удары, уклонения и увороты. Боссы, общая зрелищность и аркадная условность. Ешь, пей, люби гусей и всё на ходу. Эликсиры, бомбы и яды восстанавливаются как по волшебству, но они позволяют более эффектно и эффективно убивать противника. Если сильно захотеть, можно даже чёрта в Белом Саду найти и натянуть. Но больше всего Ведьмак 3 стори тейлинга. Или, как говорят у нас на Дальнем Востоке, сказительство. Что значит рассказывание истории, если вы вдруг не поняли. Причём одной из главных особенностей сказительства является наличие рассказчика. А кто мне скажет? От чьего лица написаны все пометки в бестиарии, информация о квестах и прочее? И кто рассказывает нам историю в моментах загрузки? Впрочем, забудьте. Это тема для отдельного ролика. А 100 ритейлингов в Ведьмак 3 действительно много. Настолько, что вырезав все диалоги, истории и рассказы, мы бы получили не только игру в 10 раз короче, но и не Ведьмака вовсе. А вообще я хочу сказать, что Ведьмак 3 потрясающая игра, в которой сошлось множество жанров. Наверное, даже не только эти три, озвученных мною. И вобрав себя лучше, она по праву заняла своё место среди лучших. Немаловажный аспект в этом играет её продолжительность. Вот скажите мне, за сколько вы примерно прошли Ведьмак 3? Не всего часов в нём провели, а именно одно прохождение. Я думаю, часов 150-250 в среднем. Ну, допустим, 300. Если играть медленно, вслушиваться по несколько раз в одни и те же диалоги, выполнять все дополнительные квесты, собирать все сокровища, гриндить в игре без гринда, искать все скрытые сайт-квесты вручную, причём даже те, которых не существует, поставить всем неписям мод на манеру разговора Эскеля из первого Ведьмака, да и вообще разговаривать с деревьями и ромашками, вместо того, чтобы заниматься делом. Звучит, конечно, как бред, но под белой чайкой Геральт может разговаривать не только с платвой, но и вообще с чем угодно. В принципе, Ведьмака можно пройти и за 100 часов, наверное. Забить почти на все доп-квесты и заказы, частично скипать диалоги, игнорировать линейки необязательных квестов, не искать, видимо, честнаряжения, но зачем так играть? Я, конечно, понимаю, что у многих нет времени погружаться в игру на 100%, но это же кощунство пропускать некоторые её квесты и элементы, а потом читаешь на форумах, что игра говно. А убивал волкалака, который случайно загрыз свою жену и умолял отрубить ему голову? А истинный поцелуй любви человека и мировой девы видел? А Ведьмака Кияна, которого замучил чародей, спасал от нежизни. И ведь это только верхушка айсберга, не основные квесты, которые по эмоциям могут посоревноваться с целыми сюжетными линиями в других играх. Но даже если всё скипать, очень быстро играть на лёгком, убивая боссов одним взглядом, знать, куда нужно идти и что делать. Так или иначе, часов 50 на прохождение Ведьмак 3 всё же уйдёт. По крайней мере, я так думал все эти 5 лет с момента релиза. А потом увидел это. Мировой рекорд по скоростному прохождению в Ведьмак 3 составляет 2 часа, 5 минут и 50 секунд. Я просто в шоке. Давайте разбираться, как так получилось. Поехали! Привет, ковбои! Моё имя, Войсеребус, и это просто канал об играх. Все видео на этом канале выходят при поддержке моих любимых спонсоров, за что им огромное спасибо. Если вам тоже нравится мой контент, и вы хотите поддержать канал, то можете сделать это оформив спонсорскую подписку. Ссылка есть в описании. Спидран — это максимально скоростное прохождение игры. Я думаю, это всем известно. Это не наслаждение сюжетом или отыгрышем. Не обязательно каноничное или стопроцентное прохождение. Хотя есть и такая категория. Это вообще неправильная игра. С пропуском диалогов, квестов и всего того, что только можно в угоду скорости. Проходить в Ведьмака так — это кощунственно. Но подумайте вот о чём. Если бы в реальности Геральт услышал, что Цири находится в опасности. Что бы он сделал? Неужели пошёл бы играть в Гвинт? Выполнять заказы по убийству утопцев? Собирать знаки вопросов на Скеллиге? Спать с чародейками и добрым десятком других женщин? Охотиться за ведьмачьим снаряжением и ресурсами для крафт-отвара из Грифона? Или же он всё-таки попытался бы добраться до своей дочери как можно скорее? К сожалению, знания книжного сюжета делают ответ не настолько очевидным, как хотелось бы. Геральт бы, конечно, отправился спасать Цири в то же мгновение, несмотря ни на что. Но по пути мог бы засесть в каком-нибудь Тусенте, чтобы повыполнять мелкие заказы да с чародейками потискаться. Но кроме шуток, практически любой спидранер проходит игру сотни раз, знает досконально все диалоги и ответы на них, квесты и интересные места. Так что упрекать их в том, что они проходят игру неправильно, я думаю, всё-таки не стоит. Эти слова не относятся напрямую к видео, просто будьте вежливыми и понимающими. Лично я к спидранам отношусь с интересом. Мне нравится, что есть касты игроков, которые стараются всеми возможными способами оптимизировать скорость прохождения игры, максимально эффективно используя все её механики, как задуманные разработчиками на доведённые до абсолюта, так и найденные незапланированные гличи. Хотя, когда прохождение становится блужданием за пределами карты, а игра на игру-то не похожа, то это, конечно, уже такое. Впрочем, в Ведьмак 3 никаких особых гличей, которые бы совсем уж ломали игру, позволяя проходить её за считанные минуты, не нашли. И отчасти это грустно. Признаюсь, я надеялся рассказать именно о них. Но 2 часа, указанные в мировом рекорде, это полноценное, настоящее и своего рода чистое прохождение. Хотя и за 2 часа. И тому есть несколько секретов. Секрет первый. Скорость. Проблема RPG-игр для спидранеров в том, что они зачастую имеют большие открытые бесшовные миры, перемещение по которым занимает львиную долю всего времени прохождения. Это время нужно максимально сократить. Лучше всего в таком случае помогает платва, но это для обычного человека. А вот для спидранера это спид-глич или кроссбоу-глич. Суть его в том, что прокачав навык молниеносной рефлексы, нужно прицелиться из арбалета, чтобы мир замедлился. Сохраниться, загрузиться и при следующем прицеливании Геральт будет бегать как ошарашенный. Этот баг позволяет сохранить спидранеру более 50 минут на протяжении всего прохождения. Дело в том, что он работает только на старой версии игры 1.06, текущая же 1.3.2. И если мировой рекорд на старой версии составляет 2 часа и 5 минут, то на текущей 2 часа и 58 минут. Глобальная разница между ними только в этом баге. Впрочем, глич это не всё. С ним или без него, но спидранер должен чётко знать куда и когда идти. В том же велини ни в какую корчму не нужно. Сразу на место нападения Дикой Охоты. К барону, сразу через потайной лаз. Все места силы только по пути. Я пока смотрел видео, вообще не видел, чтобы спидранер хоть раз с картой сверялся куда ехать. Всё на память. Секрет второй. Скорость. Впрочем, на этот раз разговор пойдёт не об открытом мире, а о втором биче всех РПГ. Длинных разговорах. АК, сторитейлинг. Скажу сразу. Я не знаю сколько времени спидранеры экономят на этом моменте. Но думаю, часов 50 не меньше. Дело в том, что они не просто скипают диалоги, а используют специальный скрипт, который мгновенно их перематывает. Отчасти это не честно. Очевидно, что это сторонняя модификация. Но как говорят сами спидранеры, на протяжении 3-4 часов вручную прокликивать все диалоги максимально быстро, это не просто неудобно. Это вызывает настоящую физическую боль. Так что они там между собой договорились, и все используют возможность скипать диалоги. Но только до момента выбора ответа. И тут кроется вторая хитрость. Спидранер всегда знает какой вариант ответа выбрать, чтобы получить как можно более емкую и краткую версию диалога. А также выйти на более короткий квест. Например, в квесте с бароном и Гошу в Чура не обращают, а убивают. Потому что это быстрее. Секрет третий. Скорость. А если быть точнее, то легкость. Это на удивление самый очевидный и самый неочевидный секрет. Дело в том, что все спидранеры играют только на самом легком уровне сложности. Что зачастую и позволяет им игнорировать основной контент по сбору снаряжений и дополнительных материалов. Не испытывая при этом сложности в битвах с боссами. Тот момент, когда чувствуешь себя спидранером, потому что при обычном прохождении профукал момент сбора очков навыков смес силы. Хотя этот совет не всегда актуален. Например, во время первой битвы с Дэтлофом, чтобы скрипт сработал быстрее, есть смысл поставить сложность максимальную. И для пущего эффекта даже раздеться. Тогда он убьет тебя с одного удара, и история продвинется дальше. Также это не актуально для игр по типу Dark Souls, где просто нет сложности. Секрет четвертый, не буду вас томить, тоже заключается в скорости. Надеюсь, вам не надоела наша маленькая игра. Впрочем, чего вы еще ожидали от спидрана, где все заточено на скорость? Хотя в данном случае эта скорость выражается знаниями, и она объединяет все дополнительные хитрости, которые были сказаны ранее. Спидранеры, каким бы странным это ни казалось, знают, как им нужно играть и где что делать. Маршруты, диалоги, повышение сложности – это лишь верхушка айсберга. Например, вы знали, что во флэшбеке за Цири во время битвы с Куралиском можно сохраниться и загрузиться, тогда он не взлетит. Или что в Новиграде Трис никогда не стоит ждать, а на чародейка умненькая умеет к вам телепортироваться. Или что мобов можно убивать заранее по пути следования NPC, и они не будут отвлекаться на них. И это уже не говоря о целой куче других тонкостей. Например, знаний, решения загадок, или того, что часть противников можно просто пробегать, а не убивать. Впрочем, чтобы всё это понять и начать использовать, нужно пройти игру, наверное, не менее сотни раз. Так что мы с нашими десятками прохождений как-то и рядом особо не стояли. На финал же я оставил информацию о том, какие билды используют спидранеры. Основная игра у обоих спидранеров пролетается в самой простой, но лёгкой броне. Она нужна для техник школы кота. Остальные очки навыков вкладываются в атаку, тут без каких-либо неожиданностей, ибо на такой сложности противники бьют слабо. А вот мечи стараются подбирать по уровню, периодически заглядывая в определённые сундуки. Один из последних находится во время совместного приключения с Филиппой. С другой стороны, дополнения меня удивили. Что каменные сердца, что кровь и вино проходятся с билдом на... бомбы! Никогда бы не подумал, что мой фановый развлекательный билд может стать чем-то серьёзным. Но просматривая прохождение, я вижу, что это действительно эффективно. Северный ветер для заморозки и картечь для разрыва на куски. На такой сложности в живых не остаётся практически никого и никогда. Были бы эти бомбы в основной сюжетке по дефолту, билды бы и там строились на них. Но больше всего мне понравилась битва с Дэтлофом. Вот где можно поучиться хитростям. Парирование первой атаки с последующим ошеломлением от мощных. А во второй фазе просто сбиваем его ардом на землю. И никаких летучих мышей. Конечно, не факт, что всё это будет работать на сложности на смерть. Но выглядит, согласитесь, неплохо. Итого, 31 минута 37 секунд на прохождение каменных сердец. И 42 минуты 25 секунд на кровь и вино. То есть с актуальным патчем прохождение основного сюжета и двух дополнений можно завершить примерно за 4 часа и 10 минут. К такому жизнь меня не готовила. Определённо хочу попробовать сделать свой спидран и посмотреть сколько часов уйдёт у меня. Кому интересно, присоединяйтесь и пишите свои показатели мне в личку в ВК. Буду сравнивать и в одном из роликов озвучу результаты. Кроме того, в этом видео я решил пройтись только по базовым аспектам спидрана и дать некоторые общие советы. Но если вам интересно, то могу подробно разобрать целое видео. Выделяя все выборы и все возможности сокращения для более быстрого прохождения. Грубо говоря, определить сценарий для повторного спидрана. Куда идти, что выбирать, как убивать и так далее. Если интересно, напишите об этом в комментариях. Возможно, даже среди моих зрителей есть спидранеры по Ведьмаку. И у нас может получиться записать что-то совместное. Думаю, это будет очень интересно. Но если для вас 2 часа игры в Ведьмак 3 слишком мало, то в сети я наткнулся на спидран со стопроцентным прохождением в Ведьмак 3. Все квесты и сайдквесты, все точки интереса и места силы, все заказы и сокровища. Я не знаю, является ли это мировым рекордом, но на полное прохождение в Ведьмак 3 ушло 19 часов, 42 минуты и 59 секунд. Правда, это только основная игра. Просто сравните. Основная сюжетка за 2-3 часа. Вся игра за 20 часов. По мне, так это просто титанические знания, усилия и умения. Круто. Очень круто. Надеюсь, вы офигеваете вместе со мной. Кстати, вот вам задачка на интерес и отвлечение. В видео я кое-где допустил нарочную и некритичную ошибку. Первым, кто ее найдет, поставлю сердечко. Всегда же приятно уличить ютубера в его ошибке. И я тут еще покопался в сети. Оказывается, спидраны есть и на первых Ведьмаков. Думаю, было бы интересно взглянуть на них поближе и поподробнее. Как считаете? С вами был Эвойс Ребус. Ставьте видео лайк, если понравилось, или дизлайк, если нет. Поддержите канал подпиской, а меня спонсорством. Также подпишитесь на группу в Телеграм, чтобы всегда знать о выходе новых видео или начале стримов. Все ссылки есть в описании. На этом же все. Всем спасибо за просмотр и еще обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok